СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ А вот я, к сожалению, затрудняюсь и придется обратиться за помощью к священнику Василию Песцову, это настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища. Священник Василий, добрый день. Как обычно, православные приветствуют? Какой молитвой, какими словами? Даже скорее не приветствуют, а начинают перед началом любого доброго дела. Православные читают молитву Царю Небесный, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажа души наша. Ну вот, теперь я вижу, что Володя уже полностью готов к введению дальнейшей передачи. Спасибо, отец Василий. И у нас сегодня присутствует Нурислам Хаджи, имам села Карина Слободского района Кировской области. Здравствуйте. Добрый день. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Это самое лучшее приветствие, означающее мир вам. Мир, означающий не просто спокойное, благостное состояние, но и сопутствие Божье во всех делах. Ассалям одно из имен Бога. Да, и тем не менее, вот я сказал... Да, что Азиз Алиевич произнес. Я сказал, но, видимо, я сказал коротко, и вы сейчас нам скажете то же самое, что мы только что услышали от отца Василия, но немножечко в соответствии с Кораном. То, что вы же сказали, в общем-то, хватает. Ведь посланник Аллаха, Мухаммад, сказал, любое дело, начатое без бисмиллях, будет пустым. Поэтому сказать... Бисмиллях это во имя Аллаха. В имя Аллаха, в имя Аллаха, в имя Аллаха, бисмиллях. Добавлять ар-рахман и ар-рахим, именно Аллаха, означающий милостивый для всех. И всепрощающего? Нет. Только милостивый. Милостивый для всех. Я на проповеди говорю, и когда присутствуют люди разных национальностей, Бог один, они говорят, да. Я говорю, значит, у него рай один и ад один. Ну, это абсолютно верно. Ну, простая человеческая логика, которая привык к выводу, кто веровал в Бога, попадет в рай. Кто отрицает? Ну, Руслан Хаджи, а вот все-таки полная фраза для начала дела. Вот вы... А полная фраза, там начало идет, ауза билляхи минаш шайтанир раджим. Мы ищем защиты у Аллаха от сатаны, побиваемого камнями. Спасибо большое. И то, что отец Василий сказал, в принципе, то же самое. Мы ищем Божьей защиты от искусителя и ищем Божьего промысла для удачи в делах. То есть, фактически защиты... Одно и то же. Об одном и том же, да? Об одном и том же, и каждый просит благословения Бога. Да, обращение молитвы одно и то же, конечно. Но единственное, что все-таки обращение молитвы Царю Небесную, оно обращено к Святому Духу, то есть к Третьему Лицу Святой Троицы, который неизменно присутствует в нашем мире и укрепляет его своей благодатью, укрепляет души людей своей благодатью. В конце концов, в святом крещении православный христианин получает Духа Святаго через помазание святым миром. И, соответственно, к Нему же он неизменно обращается в начале всякого доброго дела в течение своей жизни. Я предлагаю тему напомнить все-таки. А тему-то, да, уже пора тему назвать. Ключевое слово уже прозвучало, уже неоднократно. Мы сегодня, уважаемые слушатели, мы хотим поговорить о молитве, повседневной в молитве, соответственно, в православии и исламе. Потому что каждый верующий, он не просто должен сказать, наверное, что я верующий, да, но он еще должен, наверное, какие-то определенные правила, ритуалы и определенные слова знать, которые называются молитвой, да. И поэтому... Поэтому, ну, начнем, наверное, с объяснения каких-то самых основных вещей. Что есть молитва, разновидности молитвы? В чем ее значение, в чем ее суть? То начнем. Отец Василий. Спасибо большое. Конечно, в православной церкви есть два основных вида молитвы. Это молитва церковная или общественная, которая совершается людьми вместе. В храме непосредственно, да? Либо в храме, либо, может быть, даже и не в храме, в каком-либо ином месте. Ну, например, можно вспомнить богослужения, которые проходили там в честь каких-то событий, на площади, допустим, там может быть установлен какой-то передвижной храм и так далее. И помимо церковной молитвы, молитва домашняя. Или бытовая, да? Да, как ее называют. То есть слово церковное не привязано к церкви, оно привязано к более широкое значение имеет, да? То есть к общественности, не непосредственно к храму. Церковная молитва – это молитва, обозначающая совместное богослужение, когда оно общее для всех стоящих за богослужением. А молитва домашняя или частная, вот она и называется повседневная молитва. То, что мы произнесли в самом начале, это как раз частная молитва. Абсолютно верно, да. То есть это молитва… В начале благого дела. Да, молитва, которую читает человек либо один, вслух или про себя вознося свое сердце к Богу, либо это может быть и совместная молитва, например, семейная, когда семья садится, допустим, за стол, за трапезу, когда она читает утренний вечерний молитву, но об этом, наверное, впереди. Да. А, Мурислав Хаджи, значит, молитва точно так же является одним из столпов ислама, да? Только какая молитва? Вопрос вы задали настолько обширный. Может быть, даже сами не представляете. Ну, направьте нас. Виноват, виноват. О чем было бы проще и понятнее поговорить? Молитва. Молитва по-арабски имеет два слова. Дуа – мольба, обращение. Да. Ассоля – поклонение. Вообще, Всевышний создал ли человека для того, чтобы он поклонялся ему? Да. Человек не создан сам для себя. И результатом всей нашей жизни будет то, как мы поклонялись Всевышнему. Господу, Творцу, Создателю, Вседержителю, Направителю и так далее. Очень много благих имен у Всевышнего Господа нашего. Я тоже немножко русскую терминологию православную использую, чтобы, слушайте, всем было понятно. Понятно. Передача у нас светская, поэтому… Молитвы делятся на разные категории. Как, например, если обратиться к предыдущему выступающему отцу Васильеву, значит, есть предписанная молитва и есть дополнительная молитва. Есть коллективная молитва и есть индивидуальная молитва. Есть молитвы по каким-то случаям, по праздникам, по Великим ночам, по Великим месяцам. Это много видов молитвы. Предписанная это обязательно, которую Всевышний предписал как обязательная. Обязательно это имеется в виду, что её обязательность предписана в Куране. За неё будет особенный спрос. Это пятикратная ежедневная молитва. В определённое время, с определёнными формулами, определённое количество циклов. Ну, мы можем её назвать… Есть коллективная молитва, она совершается точно так же, она может быть вот эта молитва совершена в храме, в мечети, коллективом, под руководством имама. Есть также коллективная молитва будет считаться, что муж с женой совершат. Всей семьёй тоже коллективная. Больше двух уже коллектив. Есть дополнительные, это обязательные, вот они предписанные. Утренняя, полуденная, дневная, вечерняя, ночная. Пять. Пятничная и праздничная. Две праздничные. Всё. Остановимся на этом. И дополнительные – это молитвы, совершаемые по случаю трудности, известия о смерти мусульманина. Значит, в солнце зашло дополнительная молитва. После того, как совершили омовение, дополнительная молитва. Их очень много. Только предписанных дополнительных только 14 видов. Проснулся перед сном. Перед сном это уже будет ни саля, ни намаз. Это уже будет дуа, обращение к Аллаху. Это круглосуточно. Аллах говорит в Куране. То есть, вспоминайте меня, обращайтесь ко мне. И я отвечу на ваши мольбы и просьбы, и наделю вас своими благами. Это же круглосуточно. И раб Всевышнего обязан упоминать его круглосуточно. В этом есть благость. В этом есть предписание. Поэтому, я вначале молчал, потому что пытался для себя объем понятия молитвы сузить до микрофона. Вы прекрасно справляетесь, Сахаджи. Отец Васильевич, но внешне получается, что в православии все как-то намного проще, не знаю, как это назвать. Или если углубляться, то можно тоже многие нюансы еще отыскать. Дело в том, что я попытался тоже максимально обобщить. И вам тоже это удалось, да, отец Васильевич. Максимально обобщить понятие молитвы, потому что молитва в православии, она так же разнообразна. И форм этой молитвы очень много. Единственное, что, конечно, она как раз и разделяется на церковную и повседневную молитву. Что же касается повседневной молитвы, то, опять же, есть обязательные молитвы, которые традицией и уставам церкви рекомендуются православным людям для того, чтобы они читали в своем домочном употреблении. И есть молитвы разной направленности, разной просьбы, которые они могут читать, если того требует их духовное состояние, их стремление к Богу, которые посвящены совершенно различным аспектам жизни человека. Но если возвращаться к обязательному циклу молитв, то здесь можно выделить, конечно, молитвы утренние, которые читает православный христианин, когда встает от сна. Ещё чаще всего до завтрака, чтобы не отягощать себя и не расслаблять свой организм, и не отягощать себя пищей, которая зачастую снижает внимание при молитве. Когда ты позавтракал, уже удовлетворил свою физическую потребность. Или перед завтраком. Или перед завтраком. Соответственно, и вечерние молитвы, которые ещё называются «Молитвы на сон грядущий», то есть молитвы, которые человек читает перед тем, как лечь спать. Естественно, и содержание этих молитв примерно так же. Я хотел как раз. И вот о чём там вот утренние и вечерние молитвы? В утренних молитвах... О чём просит Бог православных христианин? В утренних молитвах, конечно, содержание можно... Опять же, там много различных аспектов содержания, но если вот суммировать, то... Ну, повседневно, не по случаю, а повседневно. Да. Это два наиболее важных смысла. Это благодарность Богу за то, что мы встали после этой ночи, то, что наша жизнь продолжается. И второе содержание – это, конечно, просьба к Богу укрепить нас в предстоящий день, удалив наше сердце от зла, от греховного состояния. И если говорить о вечерних молитвах, то, соответственно, содержание будет это покаяние за прошедший день, за грехи прошедшего дня, которые мы сотворили в прошедший день, и просьба к Богу сохранить нас с той же безгреховными и в предстоящую ночь. Вот то есть это вот это содержание утренних и вечерних молитв. Отец Василий, у меня такой деликанский вопрос, простите, а вот эти известные фразы «Спаси и сохрани», «Господи помилуй» – это взято из молитв или это вообще отдельные какие-то словосочетания самостоятельные? Дело в том, что эти фразы, которые Вы сейчас произнесли, они взяты из молитв. Из молитв, да. Это очень краткие молитвословия, понимаете, когда на тебя бежит какая-нибудь собака с раскалённой пастью, вспоминается собаку баскарвит, да? То очень тяжело вспомнить Царю Небесный, либо Отче наш, да? Вот. Конечно, в этом случае именно вот люди со своим духовным опытом, они как раз и употребляют вот эти самые, можно даже сказать, наиболее такое интуитивно понятные молитвы. Короткие формулы, да? Да, «Господи, спаси, спаси и сохрани, Господи, помилуй». То есть, когда на нас что-то происходит, мы как-то интуитивно обращаемся к Богу, мы всегда обращаемся чаще всего с Нему словами «Господи, помилуй». Это даже иногда у Вас входит, это имеет негативное явление, да, даже когда это употребляется в каких-то просторечных фразах, в таком пустословии, пустом поминании Бога, о чём есть заповедь, да, «Не поминай имя Господа Бога твоего в Суе», но тоже когда вот восклицают Господи, помилуй и так далее. То есть, это как раз порождение интуитивного, религиозного состояния человека. Ну, Ислам Хаджи, а вот на такие минуты опасности там и так далее, в исламе тоже есть? Да, конечно, есть. Один раз я встретился с человеком на улице случайно, он увидел меня в тюбитейке, говорит, я случайно заехал по делам в Киров из Казани, «Хочешь я тебя на учёной молитве, которая сто процентов работает?» Я говорю, «Научи». Он говорит, «Аллах согласен». Вот по-татарски. То есть, «Аллах, защити меня». Да. Всё. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Я за эти многие, за многие годы увидел, она работает. А хотелось, вот, я слушал, хотел маленько копнуть, всё-таки люди здесь с высшим образованием, в научность залезть и разобрать кратко, что такое молитва. Молитва – это как «Ай-Ибадат» по-арабски и «Поклонение Богу». Делится на два направления. «Итаат» – подчинение приказам Аллаха. И «Тавакюль» – полагание на Аллаха. «Итаат» мы проявляем в приписанных молитвах, ежедневных, регулярных, а также в установленных примером пророка, благосостоянного пророка Мухаммада, мир ему, в этих молитвах поклонение в виде подчинения приказам Господа нашего, который приказывает нам только благое для нас. И «Тавакюль» – полагаемся, когда вот эти фразы, когда мы обращаемся к Господу, даже в начале еды, там есть длинная, есть короткая, в смысле ее мы начинаем еду с именем Аллаха. После покушения мы говорим хвала Аллаху, который накормил нас, напоил нас и сделал нас мусульманами. Обращение в случае опасности «Аудабилляхи» – мы обращаемся к тебе, Аллаху, в защите, или «Аллах согласен по-татарски». Ну, на тюркских языках одинаково. Ну, Аллах курсун, Аллах согласен по-азербайджански, Аллах курсун по-турецки, и так далее, да. Это понятно. Это мы обращаемся от сердца, это свойственно каждому человеку, любому, даже человек будет себя объявлять глубочайшим атеистом. Но, тем не менее, он в случае опасности для своего естества полагается на… Он обращается к кому? То, как к Богу обращается. Любой человек. И тут, когда он в спокойном состоянии будет отрицать, отрицать, вот можно просто спросить человека, на кого ты будешь полагаться-то? Я внучке два года уже все-таки человеку. Сознательный, да. Самое время. Она у меня в Казани живет, казанская девочка. Я спрашиваю, я говорю, Балам, девочка. Как имя? Деточка. Ну, имя София. София. Чистейшая. Балам, деточка. А Балам – это обращение. Малышка, малышка, дедка. Да, да, да. Девочка моя. Я говорю, вот, Бабам, дедушка уезжает. Кто тебя будет крышевать? Ну, обратился к тому же Роговну, к молодежному. Кто же, если что случается, родители начинают как-то строй проявлять. Кто защищать будет от родителей? Кто защищает проявлять? Она сразу к дедушке бежит. Все, дедушка защита и опора. Кто тебя будет защищать? Без мгновения даже на задумывание, что Аллах. Ну, это слава Богу. Но в то же время мы ведь знаем массу, как бы, примеров. Хорошо, что кстати, слава Богу, это тоже молитва. Конечно. Аль-Хамду лиллах. Аль-Хамду лиллах. Да, слава Богу, аль-Хамду лиллах. И слава Богу, но мы знаем массу случаев, когда человек даже в ситуации опасности не вспоминает. А если вспоминает, то только в ситуации опасности Господа. И в этом смысле я хочу, чтобы вы сказали, вот эта молитва, она свидетельствует о какой-то связи или уже в душе человека. Потому что я тут с одним мудрым человеком разговаривал, и он сказал, русский язык позволяет нам очень широко трактовать отношения человека с Богом. Он говорит, можно жить около Бога, можно жить с Богом, можно жить с Богом в душе, можно жить под Богом, можно жить за счет Бога. То есть тут все какие-то разные нюансы. Все какие-то нюансы разные. И все-таки вот эти молитвы, дуа, молитвы, которые нам предписаны Кораном, молитвы, которые нам православной традиции православной традиции там предписано да они свидетельствуют о чем обращается к священному писанию в оригинале единственному дошедшему до нас к священному курану славу божьему и там есть такие слова когда все уж не рассказывать когда я создал души всех людей в виде мельчайских частиц и вывел их в виде облака собрал всех и господь говорит я обратился к ним со словами аля стубе роббиком разве не я ваш господь и все души подтвердили ответили бля шахидна о да конечно мы свидетельствуем этому и тогда был заключен священный договор между душами всех людей которые будут когда-либо существовать и существовали и господом создателем о вере их и когда эта душа помещается в тело на сто двадцатый день беременности когда душа помещается в тело и затем выводится в этот мир начинается богоискательство этой души душу ищет бога кто нашел стал верующим кто не нашел они вот арабское слово кафир означает не просто отрицающий прячущий человек прячущий свое богоискательство прячущий свою веру и тогда он отрицает это когда человек этот договор аль-мисак исполнял свои жизни он естественно надеется на что на милость божью рай кто прятал или отрицал смет надеяться только на справедливость божью от аллах согласно только вот так вот отец василий на можно похоже а водить параллели возможно в православной церкви действительно очень долго святые отцы толкова толкующие писания священное писание и в евангелии можно найти подобные места говорящие о том что человек он всегда стремится и ищет бога очень ярко об этом сказал церковный учитель третьего века тертулиан он очень ярко высказался он сказал что душа человека по природе христианка и человеку никуда не уйти вот жизни своей души которая всегда ищет бога другое дело что для можно быть и силы человека и одновременно его слабость заключается в огромной огромном даровании бога ему это наша свобода наша свобода которая свобода выбора и свобода воли да свободу нашей воли потому что господь создав человека свое подобие вложил в него в качестве свободной воли свободной воли которая может выбрать либо следовать этому зову своей души которая по природе христианка либо заглушить голос своей совести совесть это глаз божий в на в нашем существе и очень часто получается так что голос нашей совести голос нашей природы устремленные к богу он проявляется в моментах как раз не характерных для нашей повседневной жизни потому что заглушаем там и голос совестью как раз нашей повседневно когда нам хорошо до повседневной суетой когда находятся не неизменно больше каких-то житейских обыденных дел кажущихся подчеркиваю кажущихся нам намного важнее чем жизнь нашей души вот и а вот когда наступают времена из опасности или какие-то времена исключительных испытаний вот тогда мы вспоминаем сначала зачастую интуитивно а потом обращаемся и к тому опыту который предлагает нам церковь в частности вот эти самые повседневные повседневные я понимаю из того что вы сказали что за фактически так что заглушая свою совесть мы теряем связь с господом потому что в таком случае мы позволяем заглушая свою совесть вокруг нас творится много чему только потому что нам кажется что у нас это но никак не касается абсолютно верно я дополню вас еще заглушаем связь бога и как следствие конечно же извращаем собственную природу потому что если мы увидим что с чем дальше человек отступает от бога чем он больше забывает от его за по его заповеди чем больше как это не печально прямыми словами сказать извращений возникают в его обществе теряется связь с богом теряется здоровая христианская семья потеряется связь с богом теряется понимание здоровой человеческой личности сегодня это огромная проблема как вы понимаете и поэтому из того что вы сказали мы можем сделать вывод что молитва фактически свидетельствует или даже точнее восстанавливает постоянно или если можно такими словами выразиться профилактирует оказывать профилактическое влияние чтобы эта связь между верующим и всевышним не терялась то есть он чтобы все время ну если так можно современно выразиться было актуально была актуальна эта связь вы правы совершенно но тут еще одно важное дополнение касающиеся православной церкви все-таки молитва повседневная молитва и церковная молитва для православных христиан есть лишь средство воспитания своей души но опять же но не цель их существования ни в коем случае потому что главной целью для православного христианина есть соединение с богом есть участие в церковных таинствах частности двух главных церковных таинствах таинстве исповеди причащения то что совершается в православной церкви и только через приобщение тела и крови господа нашего иисуса христа то есть через таинство причащения человек получает те духовные силы которые поддерживает в своей жизни с помощью молитвы вот тогда наша молитва становится по-настоящему понятно то есть нам пора сделать небольшую паузу с рекламом мы скоро продолжим продолжается программа совесть нерушимые ведущие передачи азиз агаев и владимир смитарин давайте еще раз напомним наших сегодняшних гостей да я с удовольствием представляю сегодня священника василия песцова настоятеля храма василия настоятеля храма и она предсечи города кирова первого проректора вятского духовного училища и нурислям хаджи и мама села карино слабоцкого района кировской области еще раз здравствуйте добрый день остается у нас не так много времени вот сейчас честно признаемся что поступило предложение в перерыве да от отца василия как-то более доступно да проговорить вот эти вещи для наших слушателей раз уж повседневной молитвы перейдем повседневность бытовых аспектов каких-то из того что мы обсуждали уже у меня возник вопрос и ну даже не вопрос а я просто хочу услышать подтверждение того от обоих уважаемых сегодня наших коллег которые священников которые здесь присутствуют то это означает то что мы обсуждали это означает что если ты молишься и вот последнее что отец василий сказал это не означает что на этом ты можешь свою обязанность как верующего человека считать исчерпанным да ты помолился вроде как типа формальность формальность что этот человек и как он должен дальше вот как бы и что молитва дает какую помощь ли как он возвращает человека к жизни к правильной то наверное так можно сформулировать да вопрос готовы на такой вопрос раз попросили упростить приведем пример из жизни зафиксированные в достоверных источниках случаи когда в мечеть посланника аллаха мухаммада мир ему зашел человек совершение молитвы общество знало его как вора они обратились к посланнику аллаха как можно его сюда пускать мы знаем что он здесь помолится вам идет ворует и благословенный пророк мухаммад мир ему сказал оставьте его быть может молитва остановить его от этого преступления и мы знаем из этих же источников что действительно человек перестал совершать и стал полагаясь на всевышнего своим трудом добывать хлеб свой насущный и нельзя сказать что сама молитва как бы имеет для нас рациональную закономерность так помолились стали лучше помолились вдруг за углом нашли деньги религия вообще вещь иррациональная необъяснимая и мы убеждены сосу с этой иррациональностью мы убеждены в том что молитва поможет нам неизведанным путем как аллах говорит вы полагайтесь надо и получите помощь там где даже не ожидали и людская память народная память под говорит нам что действительно человек который совершает регулярные молитвы его духовное здоровье лучше его физическое здоровье лучше его дела успешно столько что он доволен ими даже если он не богат как крест вот вот в этом плане есть польза от молитвы в этой иррациональности мы не можем ожидать сто процентов успеха но он приходит как никто не знает зачем мы совершаем молитву никто не объяснит зачем мы держим пост никто не объяснит просто не выполняем предписание как до корана да зачем мусульмане не кушают свинина да потому что аллах запретил зачем совершает молитву потому что аллах приказал нет никакого рационального объяснения иначе это будет физические упражнения свежем воздухе либо голодовка понятно а можно я еще отца василия спрошу такую вещь вы знаете много лет назад мне моя мама произнесла молитву ну не знаю это не классическая молитва она сказала повторяю перед тем как ты отправляешься в дорогу и вот с тех пор я ее проговариваю про себя вот эта молитва тоже хотя вот там я бы назвал просто набором каких-то слов где упоминается господь вот там прошу тебя и вот вот как к этому относится православная церковь дело в том что не слыша самого текста для молитвы мне тяжело сказать каково ее непосредственно содержание но с этим можно столкнуться когда молитвы в православной церкви которые не регламентированы экономические не рекламентированы очень жестко они иногда могут составляться людьми из своей повседневной жизни не обязательно на церковно-славянском языке который очень певучий который всегда употребляется для молитвы возвышая нашу душу в обыденной жизни ведь молитвы господи спаси господи благослови господи направь да они же тоже проявление такой вот повседневной молитвы повседневного молитвенного обращения важно чтобы вот такие молитвы которые так вот для личного употребления создаются людьми были следствием правильного их духовного состояния что иногда бывает так когда такие молитвы люди далекие от церковной жизни к ним привешивают всякие заговоры колдовские какие-то речевки и прочее и в этом случае конечно же такие такие молитвы являются мягко говоря анти какие-то уже уже является молитвами то есть и а если же такие фразы они являются порождением здоровой духовной жизни тогда конечно абсолютно ничего против них церковь не имеет даже обращаться к богу своими словами в произвольной форме как тогда в своей мысленной молитве тоже вполне вполне допустимо вполне можно это вполне дополняет ту церковную и обязательно домашнюю молитву которую которую нам предписывает церковная традиция будьте убеждены что господь создавший наш язык примет нашу молитву и тогда я хотел кстати вот спросить надо потому что сейчас вы только что и вопрос языка очень важен на самом деле сейчас я услышал от вас что можно просто по-русски помолиться это будет принято в исламе понятно что основные молитвы на арабском языке но если я говорю и молюсь но неважно на русском на русском на азербайджанском на итальянском на каком угодно языке будет принято два варианта и не за варианты есть два же вида молитв предписанные и частные до повседневные я хочу там до яркие цитаты цитирование аятов и сур из корана да это обязательно без этого она будет пустая потому что она махаммад мима скала молитесь так как совершаем или это обязательно читать или обязательно знать наизусть неважно но все есть разные мнения но большинство ученых говорят что надо наизусть не вызвать ну это не легко ложится на язык легко на самом деле а когда вот тяжелые случаи возникают и когда это не тот случай что ты должен не прописанной на суру из корана и а своими словами обращаясь к аллаху вот это второе этого коль полагания на господа на здесь пожалуйста любыми на любом языке принимают всевышний потому что он создал их он создал нас и создал обстоятельства приведшие нас к молитве и мы одобрив наше состояние любви и упования на господа совершая это получаем награду бога мы одновременно не только получаем помощь но и награду получаем и показываем себя перед всевышним не перед людьми даже перед свящим же главное записаться так если сказать не таким языком записаться верующим человеком вот и совершая в обязательном порядке установленные предписанные молитвы исполняя мы перед людьми записываемся верующим в обществе и это две стороны нашей жизни внутренняя и внешняя вот записывают нас верующим мусульманинам неверующим кайфером верующим православным христианинам или обратно неверующим кайфером для них он тоже кайфер неверующий да они тоже будет считаться неверующим не верующий в неверующий для всех будет отрицающий прячущий в любой религии это человек будет одинаково презираема одинаково разве не так ну я хотел бы дополнить действительно понятие атеистов оно для всех религий в принципе одинаково другое дело что если вернуться к вот теме которая у нас до так неожиданно возникло но две минуты у нас буквально столь актуально то для православной церкви церковнославянский язык не несет глубокой сакральной функции он несет воспитательную можно сказать функцию потому что молиться на языке более возвышен понятным но более возвышенном нежели наш язык обыденный крайне полезно для нашего сердца потому что мы тогда не вводим свою обыденность свое пусть свою повседневность и свою суету в нашу молитву потому что наша молитва это как раз и должна вынимать нас из вот этого повседневной жизни и давать пищу для нашего сердца и ума вот еще интересный момент многие жалуются что молитвы бывают длинны вот и вот в связи с этим сегодня немножко готовясь к сегодняшней программе открыл знаменитого русского святого феофана затворника который в своем письме перед своему духовному чаду отвечая на вопрос о длине молитв сказал очень коротко он сказал молитва усердная никогда не бывает длина то есть смысл молитвы православной молитвы не в том чтобы вычитать обязательное положенное правило и таким образом отчитаться о том что ты выполнил это тяжелую работу тяжелую неприятную зачастую да иногда получается работа когда на себя заставить пересилить и спать бывает хочется вот а а смысл молитва в том чтобы свое сердце и свою свой ум в этой молитве вознести к богу ты можешь час читать бормотать молитвы без их осмысливания и у тебя будет ровно но вот этого эффекта духовной жизни чем если ты даже меньшее время произнесешь эти молитвы медленно внимательно вдумчиво с полным осмыслением то есть главное записаться как сказал нурислан хаджи перед богом они перед людьми показываем как тяжело тебе да в душе быть с богом да то есть в эти моменты молитвы ты должен наверно в таком особом состоянии находиться нурислан хаджи уже уже и ток и ток некий уже да 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 и и итог все-таки молитва это связь человека верующего с богом несомненно это средство возвышения нашего сердца к богу средство того как мы нашу жизнь приводим богу несомненно невозможно молитва без дел да то есть если мы будем молиться в своей жизни сразу после молитвы идти и грешить что мы не оправдан наша молитва не будет оправдана алгоритм махаджи лучше чем аллах не скажет никто всевышний галах говорит означающие поминание господа успокаивает сердца вот и несомненно что молитва совершенная человеком с искренностью я поддерживаю стопроцентно коллегу она связывает она защищает она совершенствует человека делать его человеком могу обратиться также к аристотелю который говорит что человек это животное обладающие тремя качествами разум речь и вера без веры без совершения деяний в соответствии с этой верой он не человек он животное и если мы будем стремиться к тому что вы будете человеком в высшем этом понимании мы все равно придем к этому мы не денемся никуда от совершения молитв от упования и исполнения приказов и остерегания от запретов божьих ну и завершающая молитва во алейкум ассалям во рахматуллоги во баракетуху да и в православной традиции в православной традиции читается достойно есть достойно есть якова истину блажите тя богородицу пресно блаженную пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления бога славородшую сущую богородицу тя величаем спасибо нашим гостям да и это финал нашей программы на сегодня союз нерушимый и наши гости Нурислам Хаджи священник Василий Песцов мы Азин Сагаев с десятого века ведутся эти обсуждения вы хотели за полчаса что ли всего доброго всего доброго до свидания союз нерушимый